2 марта 2011 года. Как рассказали криминальные хроники в правоохранительных органах, 1 марта в полицию обратились жители дома номер 6 по улице Ленина Советского района, которые сообщили о неприятном запахе, который распространяется из соседней квартиры. Когда полицейские вместе с сотрудниками МЧС вскрыли квартиру, то обнаружили в ней разлагающийся труп 24-летнего хозяина квартиры с признаками насильственной смерти. По предварительным данным произошло самоубийство. По имеющейся информации, погибший состоял на учете в психоневрологической клинике. И Энн Скоблин. Примерно такую новость можно было прочитать в недавней газете криминальной хроники. Официально, сухо, сжато. А детали-то были необычными. Да и Энн Скоблин. Это я, и, надо отметить, лично был на месте происшествия. Одним из первых. Связи в нашем деле все. А друг-оперативник, обязательный атрибут для журналиста. И начну я, пожалуй, с дневника покойного, с наименее загадочной вещи. Дабы не лить воду, я удалил все подробности, не относящиеся напрямую к делу. 14 февраля приснился странный сон. Или не сон. Будто руки мои, не мои. 20 февраля. Проснулся среди ночи и не чувствую тела. Особенно руки. Двигать не могу. Поэтому я их поднял. И что это? Руки? Чьи руки? Я ими двигаю вроде. Так это мои руки? Руки были просто черные тени. Абсолютно черные. Обстановку в комнате я видел при этом нормально. Фонарь светил в окно. Только руки, как дыра. Черные. Чувство было недолгим. 2-3 секунды. И прошло. 25 февраля. Примечание. Почерк изменился. Эти руки точно мои. Разве у меня такие руки? Иногда я смотрю на них и вижу их другими. Не такими, как надо. В них есть что-то неправильное. Это не мои руки. Мои были другими. Поэтому пишу, зажав карандаш зубами. Я не хочу, чтобы руки знали. И куда делись мои руки? После этой записи других записей не было. А 2-го марта Никита был обнаружен мертвым в своей квартире на кухне. Это вы уже знаете. На его лице было выражение удивления. Обе его кисти были отрезаны. Точнее, отрублены лежавшими на столе. Таким ножом-топором кухонным. Рукоятку которого все еще сжимала левая кисть. На столешнице залитой кровью были найдены четкие следы от лезвия. Руки рубили одну за другой. Каждую одним ударом. А на рукоятке ножа были найдены только отпечатки самого Никиты. Сначала правой руки, потом кровавые отпечатки левой. Поверх. Характер ран говорил о том, что левую кисть рубанули правой рукой. А правую левой, что в общем-то невозможно. Человек не может одну за другой отрубить себе кисти сам. Каким бы сумасшедшим он не был, но следов посторонних в квартире обнаружено не было. А дверь была заперта изнутри, равно как и окна. Следы взлома также не найдены. Субтитры создавал DimaTorzok